Если кто-то бывал на концертах японской музыки, традиционной, то видел огромный такой инструмент, большой, нельзя сравниться, конечно, с нашими гуслими, наши гусли тоже есть звончатые гусли, вы знаете, разные типы гусли, да, клавишные гусли, а, пожалуй, с клавишами можно сравнить только клавишки короче, так сказать, и меньшие, это огромный инструмент, мы не могли сегодня его вам показать и привезти сюда, но я хочу вас познакомить с другим инструментом, который возможно было, как говорится, вам показать сегодня, это инструмент флейта, называется Сяку Хатти, но вы знаете, что флейта, много разновидностей флейты, да, вот, как говорится, традиционной флейты, которая звучит в симфонических народных оркестрах, вот какие там флейты есть, может быть, вспомните, как называются такие флейты, ну, большая флейта, да, а еще есть маленькая такая флейточка, пикколо, да, флейты пикколо, да, это металлические флейты, а вот это же даже, между прочим, в одном из концертов звучала флейта, сделанная, обычно, это из состава серебра, там, разный состав делается флейта, а звучала флейта золотая, то есть примесь золото очень большая, и звучит она немножко по-другому тоже, а вот этот флейт, вы видите, она сделана, я вам не скажу, из чего, так сказать, да, кто не прочтет, тот не знает, вот, но флейт особая, и голос у нее, может быть, и не очень громкий, но прекрасный голос, называется она «Ся-Бухати», и я приглашаю исполнителя на флейте «Ся-Бухати», Александра Ивашина, напротив у вас, это Александр Ивашина, вот видите, мы видим флейты, из чего же она сделана, как вы думаете? Бамбук! Бамбук, совершенно верно, бамбуговая флейта, вот видите, это древний инструмент, Саша, может быть, вы что-то хотите сказать? Здравствуйте, ну вот эта флейта Ся-Бухати, называемая бамбуковая флейта, вот, я сегодня, так как буду играть монастырскую традицию, так как флейта изначально была предназначена только для монастырей, вот, это в конечном итоге она вышла в свет, в монастыре из монастырей, и стала вот светская, она приняла вот такой вариант, стандарт-тенплейта. Семь, всем слышно? Вот, и большинство ансамблей с таким, как называемым, с антёху, это три инструмента, с антёху это три, да, антёху с антёху. Вот, а те времена, когда эта флейта была только в монастырях, то играли, конечно, вот на разных, вообще абсолютно разных флейтах, никак не было никакой стандартизации, кто как мог играл, и вообще люди не думали о том, как играть, да, какие-то, как для нас привыкли мы, высотность, пианиза, да, чтобы всё чётко было. Там был совсем другой, как бы, своя религия, можно сказать, была суи дзен такая, дующие монахи были, такие секты фуке, да, дующие фуке, и они, такие назывались конусо, то ли странствующие монахи, которые ходили по городам Японии, и играли, идя по дороге, встречались, дальше, если встречались свои же, они не разговаривали даже, вот останались буквально там 3-4 метра, и начинали играть, как бы, специальная песня для встречи, там, зо бамбука один играл, а другой принятие бамбука играл, вот, и они потом исходились. Приедя, вот, если монах от заставала в дороге ночь, то он искал в ближайшем монастырь, выходил и опять играл, и там, зо бамбука. И если ему оттуда отвечает принятие бамбука, то ему это знак, что вот можно войти и стоить на ночлег. Если нет, то извините, пожалуйста, ищите себе другое место. Вот, и сейчас есть в Японии такие монахи, которые странствуют, играют, у них есть обязательно у этих монахов такое подаяние чаши, это раз в месяц, может быть, чаще, это обязательно для граба надо ходить, у такая вот у них на шее, ну, как не баночка, а такая небольшая ящика, где написан храм, где написан название храма, и вот они ходят по иконе и играют у каждого дома в переходах, на улице, и прохожие, ну, конечно, если хотят, отставляют им денежку. И это повелось буквально в начале. Вот. Ну, вот все, что я хотел сказать, право. Вот. Эта флейта называется Хо Ти Ку. Это монастырская. Вот. Ну, я сейчас для начала, я думаю, что продемонстрирую буквально кусочек чего-нибудь, как звучит светская флейта, вот, в чем она отличается по звуку. Вот. А потом сыграю пьесу, которую я сказал. Спасибо. Спасибо. Значит, перед нагрузкой вы еще немножеченько покажете. Да, это будет не пьеса, а просто демонстрация звука, разница и какая разница в звуке. Спасибо. Слушаем. 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 Ну, буквально вот так вот это выключить. Опять же, вся музыка монастырского была изначально, это был звук колокольчиков. Был такой монах в Китае, Ухуа, и вот он был очень посвященным монахам, и на все вопросы он начался в школу. На любой вопрос, и все ученики, и кто слышал, все это давали по-другому. Что это вообще? Как? Что у нас есть? Да. Я делал монах, приехавший учиться у этого Ухуа, услышал этот звук колокольчика и решил срезать бамбук. Это вот как история в Секухате, да, и издать этот звук колокольчика на фрейм. Поэтому вся монашеская, монастырская традиция в то время и сейчас звучит как кохот. Это первый звук очень сильный и затекающий, затекающий до последнего кохота. И на протяжении все пьесы были примерно вот такие вот. Конечно, были такие вот чуть-чуть вистые части, но всегда было одно и то же. Бум! И вот все пьесы монашеские, вот одинаковые. Вот, вот такой формат. А когда фрейм вышла из монастырей, там уже появилась такая пьеса музыка Гай Кёху. Это уже, знаете, такая как Гай, это иностранная музыка. Да, заграничная, можно так сказать. Значит, что значит имелось в виду заграничная? То бишь не монастырская. Это уже три инструмента, там была уже музыка, такая более, ну, в основном про любовь, конечно. Вот, причем с любым текстом, вот, может быть, о чайном каком-то домике, о соснах идет разговор к песне, но всегда есть это ассоциация с любовью. Всегда есть какие-то отношения между мужчиной и женщиной. Вот, и сейчас я... А вот сейчас мы услышим, там окей, вот есть у вас написано уже... Да, вот я хочу показать, вот все ноты, как бы для Гай Кёху выглядит, ну, примерно такого формата, у меня тут короткое пьеса, вот. Справа налево, и все так очень радужно выглядит, вот. Слушаем голос Балтинковой рейты. Вот, а... Окей. Сейчас идем непосредственно. Кстати, вы обратили внимание, вот здесь программа, в конце, есть картина странствующего художника Набуаки Мурао. У него целая серия картин очень интересная. Вот эта, которая на образностроении очень близкая к состоянию, к созерцательному состоянию. Вот, а сейчас я исполню то, что обещал, что называется, да, пьеса Тануха, это переводится как сложные руки в молитве, когда люди молятся. В Японии вообще, когда перед могилой, там, собственно, молятся какие-то рукополучия и так далее. Вот состояние, в которое человек приходит во время этой молитвы, вот, отображил, отобразил, вот именно вот эта вот пьеса. Слышите? 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка